Компания Кредит Экспресс Финанс, отдел досудебного регулирования. Меня зовут Ольга Фёдоровна, город Москва. Александр Сергеевич, да вы? Да. Есть наполняем маршрутный лист по месту вашего проживания. Нижний Новбор от улицы Нерицкая. Вы верны? Возможно. Адрес неверный, называйте, пожалуйста. Куда вы из моего группы отправляете? Где бы ваше имущество находится? Кому я должен отправлять? У меня нет ничего. А вам не нужно никого отправлять. Мы к вам сами направим. Адрес не проговорите актуальный. Ну, раз вы обладаете информацией, значит у вас есть информация. Хорошо. Информация верная? Возможно. Не знаю. Не помню. А то есть вы не знаете, где вы живете? Не, я как-то не запарюсь по поводу этого. Ну, хорошо. Тогда передавайте людям, которые там живут, что останутся они без имущества. Я отправляю в уездную группу. Вы сами почему не оплачиваете свой долг перед Совкомбанк? Я оплачу. 3050 рублей вы оплатили? Нет. За два месяца. Такой молодец. Александр Сергеевич, ничего не скажешь. Взрослый мужчина за два месяца три тысячи смог оплатить. А до этого не платил 839 дней. То есть совсем не платил, правильно? Вы как-то так работаете официально. Совсем не платил? Должным образом. Вы не платите три года. Совсем не платил? Я не знаю, платили вы или нет. Ну, так вы сейчас говорите, 800 дней не платил. Значит, у вас есть информация? Александр Сергеевич, вы меня ставите должным образом. Вы не платили 839 рублей. Если вы вносили какие-то платежи, то вот эти по три тысячи... Какие платежи? Вы начали в банке деньги брать. Или банк перед вами не все обязательства исполнил. Почему вы тогда так поступаете? Не пойму. Вы все сказали? Да, я вас спрашиваю, почему вы не отвечаете. Ну, вы все сказали. Я же тоже не могу на свои поступки. Ну, вы все сказали. Я не все сказала. Так вы не даете ответить. Я вам даю вопрос. Я пытаюсь ответить, а вы не даете. Отвечайте, я вас слушаю. Можно? Спасибо большое. Спасибо большое. А на постежение 800 дней, то есть, совсем не платил? Это вопрос к вам. Я вам задала вопрос. Оплата поступит сегодня, крайний срок, завтра до обеда. Я не собираюсь с вами тут мямлить, как вы это делаете периодически. Окей. По 3000 плачевать? В 2 месяца. Как день платите по 3000? Я разговариваю с банком. Нет, вы разговариваете не с банком. Я разговариваю с банком. Я вам вначале только сказала. Вы кто? Нет, не с банком. А я вам вначале сказала, вы не слышали? Кто? Ольга Федоровна? Фамилия. Александр Сергеевич, я вам сказала, откуда я вам звоню. Ну, Ольга Федоровна, фамилия. Я вам представилась. Юридический адрес. Юридический ННР, расчетный адрес. А копия агентского договора, я не знаю, или копия там на основании чего? На каком основании? Вы копию агентского договора должны предоставить? Копию договора, тессии. Что банк передал вам право требовать что-то. Сессии не было пока что. Ну так вы кто? Сессии не было. Если вы не понимаете, о чем вы говорите, тогда не нужно понимать. Вы и так, уже и представление от вас сложилось. Ну, все. В чем вопрос сейчас закрывается? Агентский договор нет основания, на котором вам должны его прислать. Во-первых, во-вторых, сессии пока что не было. Ага. Третьих, оплата должна поступить даже до обеда. Она поступит или нет? Не знаю. Деньги найду, может положу. Хорошо, я информацию тогда... Нет, вы должны оплатить 268 тысяч. Должен я банку, но не вам. 7 рублей. Так, идите в банк и оплачивайте. Вас же никто не заставляет нам платить. Пожалуйста, идите банку своим реквизитом, платите. Так я банку и плачу. Вы-то тут при чем? Скажите мне, пожалуйста. Вот идите и платите. Так я хожу и плачу. Вот если мы с ними работаем. Так я хожу и плачу. Так не надо платить по 350. Так банк меня не просит. Аликану Сергееведич. Банк меня не просит. В чем проблема? Вы говорите, а почему же руководство банка нам информацию передали о вашей задолженности и сказали, документы подготовить. Не сдавали. Докадали вашего дела, либо для передачи дела в суд. Вам не справа, что вы платите по 3000 рублей. А поэтому мне банк выдал документы? Аликан Сергееведич, а у тебя... Поэтому мне банк выдал документы, на основании которого он не требует денег никаких. Выдали документы. Да что вы говорите? Справку об отсутствии претензии они вам выдали? Да. Да что вы говорите? А почему же мне информацию банк передали, что у вас есть долг? Так вот, этот вопрос к банку задавайте. Вы что, ко мне задаете его? Вы работаете с банком на основании тысячи пятой статьи. Значит вы, соответственно, информацией обладаете полной. Соответственно, я... Вот именно, что обладаю полностью. Да. Ну, я вам... Вам никому нет претензий. Сравки у вас никакой нет. Я вас с увредом, я отправлю запрос в паспортный стол, чтобы проверить вашу прописку. За это будут дополнительные, значит, у вас издержки. Пожалуйста, оплатите больше, мне в принципе все равно. Ну, хорошо, я плачу. Будьте того, что взрослый мужчина не в состоянии оплатить по своим обязательствам. Три года. Что что, вам комфортно? Мечи есть у вас? Вам комфортно? Не комфортно. У меня нет долгов. Ну и вот, мне нормально. У меня есть долги, за которые я отдаю денежные средства. Банку. А вы сейчас, в данный момент, я не могу... А вы считаете нормальным, что вы по три тысячи платите за два месяца, по полторы тысячи в месяц? Вы считаете, это нормальные платежи, нормальные поступления? Я плачу, как могу. А вы платите, как должны, а не как можете. Вам банк почему-то деньги по договору выделил. У меня... А не как он захотел. У меня перед банком нет обязательных платежей. Да что вы говорите? Да. Александр Сергеевич, не нужно ерунду унести. Ну, у меня нет перебанцев. У вас указан срок, у вас указан ежемесячный платеж, все условия у вас указаны в договоре, вы их нарушили. Нарушили 310-ю, 309-ю, 311-ю статью гражданского кодекса. Ага. Я сейчас фиксирую официальный отказ от оплаты и отправляю сумму вашу на перерасчет. Так я не откажусь. Так я не откажусь. Так я не откажусь. Я не откажусь. Я могу банку передать, что завтра до обеда вы оплачиваете 268 тысяч? Я оплачиваю так, как я могу оплачивать. Александр Сергеевич, нужно оплачивать так, как вы должны платить, а не так, как вы можете. Вы понимаете, вот ты меня слышишь, нет? У меня нет обязательных платежей. Они можно на 3-х лихватить. Все, хорошо. Пусть банк выставляет требования. А банк вам выставляет требования? Ну, я не видел этого требования. А вы не должны его видеть. Вы сами должны осознавать, что вы должны банку. Я не вижу этого требования. У вас есть договор. В договоре указана сумма и процент. Хорошо, Александр Сергеевич. Сумму я направляю в очередной раз на перерасчет. Она и без того, как в день у вас увеличивается. Пожалуйста, оплатите гораздо больше, чем должны. Если есть у вас... А с какой целью интересуетесь? Отвечайте на мои вопросы. Я вам задаю вопрос встречный. С какой целью интересуетесь? Вы кто? Чтобы я вам что-то давал у себя личную информацию. Хорошо, я отправлю запрос. Отправляйте. Хорошо, она опять не подпечительство. До свидания. Вот еще хотели спросить. Звонки теперь будут совершаться за ваш счет. Молчите дальше. Пожалуйста, если вам нравится еще дополнительно, чтобы ваш сумма увеличивалась. Ну, хорошо, пусть увеличивается. Только за ваш счет.